Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Завышал баллы абитуриентам на вступительных экзаменах. Правоохранители завершили расследование уголовного дела, связанного с медицинским университетом. Теперь обязательно медики взялись проверять мужское и женское здоровье жителей края. В Барнауле прошли гонки дронов. Кто и зачем устраивает такие соревнования и насколько в регионе развиты беспилотные технологии? Вице-мэр Барнаула Антон Шламенцев пытается оспорить свое заключение под стражу. Его адвокат подал апелляционную жалобу. Напомню, Шламенцева задержали сразу после новогодних каникул 10 января. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, вице-мэр получил через посредника 2 миллиона рублей от предпринимателя Олега Бесчастного, который занимается пассажирскими перевозками. Деньги предназначались за общее покровительство предприятиям, которые принадлежат бизнесмену, а также чтобы его автобусам доставались наиболее выгодные маршруты. По решению суда, Шламенцева заключили под стражу. Дата рассмотрения апелляции пока не определена. В суд передали дело о превышении должностных полномочий в Алтайском медицинском госуниверситете. Обвиняемым по делу проходит начальник отдела профориентации вуза. В 2021 году он исполнял обязанности секретаря приемной комиссии университета. По данным следствия, мужчина изменил данные в компьютерной программе, а именно завысил результаты сдачи вступительных экзаменов 17 абитуриентов. В результате чего претенденты, которые на самом деле выполнили успешно вступительные тесты, не смогли поступить на бюджетные места. Сделал он это, по данным следствия, из личных интересов, чтобы улучшить статистические показатели деятельности вуза. После сбора доказательной базы следователи приняли решение арестовать автомобиль обвиняемого, а уголовное дело направили в суд центрального района Барнаула для рассмотрения. К другой теме. Женское и мужское здоровье жителей края оценят медики. Скрининг репродуктивного здоровья, то есть способность зачать ребенка, с этого года включили в программу диспансеризации населения. Это значит, что для определенной возрастной категории новое обследование станет обязательным. С другой стороны, люди смогут проверить репродуктивное здоровье, в том числе на инфекции, передающейся половым путем, бесплатно. Тему продолжит Елена Макаренко. Эта пациентка врача-гинеколога готовиться к рождению ребенка начала заранее, еще до зачатия. Но далеко не все женщины детородного возраста такие сознательные, говорят специалисты. А между тем, репродуктивное здоровье у населения все хуже. И одна из причин – женщины стали поздно рожать. Первого ребенка в нашем крае в среднем в 29 лет. Во многих других регионах ближе к 36. К этому возрасту, утверждают врачи, будущие мамы, как правило, имеют несколько заболеваний. Какие сейчас у нас наиболее часто встречаются соматические заболевания при беременности? Это, конечно, БИЧ, это заболевания эндокринной системы, в том числе гистационные, сахарные диабеты. Все более распространенным становится и бесплодие. И в 50% случаев, говорят медики, пара не может зачать из-за проблем у мужчин. У меня, например, была супружеская пара, у которой было 8 беременностей, которые закончились медикаментозными абортами. Потом они захотели все-таки родить ребенка. И не получалось. Мы обследовали мужчину. Оказалось, что у него азоспермия. То есть это отсутствие сперматозоидов в сперме. Выяснилось, что мужчина поработал на вредном производстве. На него подействовали какие-то химические факторы. И сперматогенез прекратился. На сохранение мужской и женской функции и профилактику бесплодия направлен специальный медицинский скрининг репродуктивного здоровья, который включили в программу диспансеризации населения. Пока подробностей о том, как его будут проводить, нет. Но известно, что привычные обследования гинекологам и андрологам дополнили рядом исследованием. Бесплатные УЗИ, анализы на половые инфекции для мужчин спермограмма. Прежде всего, диспансеризация коснется женщин 18-29 лет. На втором этапе 30-49. Их репродуктивные планы мы будем выявлять при любом обращении за медицинской помощью. То есть они будут на этот вопрос отвечать. Если они отвечают, что у них есть репродуктивные планы, что они намерены все-таки иметь большее количество детей, чем имеют на данный момент, они будут вызываться активно. Это единственное изменение, которое население почувствует. Оценивать репродуктивную функцию жителей края, как и всей страны, начнут уже в этом году. По мнению авторов новой инициативы, профилактические медосмотры в конечном итоге позволят повысить рождаемость. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком. Высокий уровень загрязнения воздуха в России зафиксировали в Сибири. Напомним, 16 января в городах Алтайского края, в Бийске и в Барнауле ввели режим черного неба. На сайте гидрометцентра объявили, что ситуация сохраняется до сих пор. Причина смога в погодных условиях – мороз, отсутствие осадков и безветрия. Выбросы от предприятий и транспорта, продукты горения скапливаются в воздухе и долгое время не развеиваются. Дымка отражается не только на прозрачности воздуха и видимости на дорогах, но и влияет на здоровье людей. И в первую очередь на дыхательную систему организма. Режим продлевали уже дважды, последний раз до 6 вечера 26 января. Но уже завтра, если режим не продлят еще раз, ситуация должна улучшиться. А пока барнаульцы жалуются, что из-за смога у них ухудшилось самочувствие. Допустим, давление или еще что-то чувствуется, то чувствительность человека. Головные боли бывают. Особенно утром задыхаешься. Невозможно идти. Я сегодня вышла утром. Особенно в этой части невозможно ходить. А что у нас? Режим черного неба? Да, до 26-го продленный несколько раз. Прекрасное голубое небо. Не, ну слышала по интернету, я в интернете сошла, а так не замечала. Вот пять полос. Вчера утром было. И они обширные такие, да. Голова окружения. Голова окружилась. Здесь самочувствие вообще какое-то, ну, недохватное такое было. Кашля не было никакого? Кашель, да. Кашель был. Ну, бури когда были, там аж пятерочка была. Ну, чувствовалось. А так нет. Ну, иногда вижу, что загазованность хорошая. А мы здесь внизу. Конечно, она будет. Нет, не замечала. Живу в микрорайоне, а там много деревьев. Все там хорошо дочится. Больше тысячи жителей Барнаула обратились за медицинской помощью из-за гололеда. И эта цифра только за последнюю неделю. Пока администрации и управляющие компании Крайовой столицы борются с катком на улицах и во дворах с помощью реагентов и песка, директор Барнаульского зоопарка посыпает дорожки кофе, а точнее использует жмых. Пьем кофе и приносим пользу нашим жителям. По словам Сергея Писарева, он занимается посыпкой дорожек жмыхам уже второй год. Берет он его у неравнодушных людей и в трех кофейнях, которые находятся на территории парка. Заведение зачастую его просто выбрасывают. Сырье притягивает солнечные лучи и ускоряет таяние льда. А также является отличным удобрением для почвы, уверен директор зоопарка. Теперь о них знают не только в Алтайском крае. В Москве транспортные полицейские задержали наших земляков, которые ограбили стройплощадку рядом с аэропортом Толмачево. Молодые люди без всякого стеснения вынесли оттуда кабели различных марок и длины. Всего ущерб, который гости нанесли предприятию, оценивается почти в полмиллиона рублей. Похищенные фигуранты вывезли в один из пунктов приема металлолома, а в отношении них в настоящее время возбуждено уголовное дело. По средним показателям ввода жилья в Алтайском крае стало преобладать индивидуальное жилищное строительство. В 2023 году в регионе сдали почти полмиллиона жилых квадратных метров. Эксперты заявляют, инвестиция в землю становится все более популярной. Но какие проблемы существуют в малоэтажном строительстве? Каким подходом и компромиссом готовы и застройщики, и покупатели? Смотрите в сюжете. На жилищном рынке Алтайского края стала преобладать частная застройка. Тренд на свой дом начался в 2016. За это время средние показатели введенных площадей в регионе выросли вдвое. И в 2023 составили полмиллиона квадратных метров. С начала 2022 в России растет спрос на частный дом и инвестиционную привлекательность земли. Если обязательно построить дороги, сделать освещение и так далее, то следующий участок уже будет не 2 миллиона, а 3 миллиона стоит. И вот тогда мы можем уже понять, что за 3,5 миллиона их никто уже не возьмет. Вы местные, наверное? Да, местные. А такое ощущение, что с Москвы такие есть. Так, говорят эксперты, формируется еще один мыльный пузырь в недвижимости. На волне ажиотажа или мечты о своем доме не все реально понимают, что они покупают. Например, село Шахи, которое расположено у нас рядом с городом Доронаума. Той точечной застройкой, которая происходит с теми людьми, которые приезжают, у нас начинаются определенные напряженные моменты с водой, с теплом. Люди хотят ездить по комфортным дорогам. Люди хотят пить хорошую чистую воду. Люди хотят пользоваться понятным, надежным электротепло- и водоснабжением. Закончено строительство нового детского сада в селе Кирсово. Кроме того, у нас появилась школа на 360 учащихся в селе Паравиха. Вскоре появится еще одна школа в селе Паравиха. Купив участок земли пять лет назад и обжив дом, сейчас люди требуют дорог, коммуникаций, интернета, социальных объектов. А у сегодняшнего покупателя эти требования по умолчанию. Давление особенно испытывают Барнаул и близлежащие к нему районы. В Первомайском в прошлом году ввели 110 тысяч жилых квадратов. Мы это замечаем, увеличение доли домов, которые строятся уже по типовым, унифицированным проектам. Постепенно мы уже можем говорить о том, что мы переходим к индустриальным методам возведения индивидуальных жилых домов. Это когда закладываются улицы, кварталы. По словам экспертов, сейчас в стране ищут способы решения инфраструктурных вопросов для частных домов. И разрабатывают ипотечные механизмы для таких объектов. Государство планирует, и к этому идет уже развитие застройки в рамках финансовых взаимодействий покупателей-застройщик. Да, это аналог квартирного жилья, когда строятся дома, улицы, возможно, квартальная застройка. И в рамках вот этой работы ведется попытка создать механизмы, так же, и скорого финансирования. Но есть и еще одна проблема. Оказывается, у нас в Алтайском крае земли нет и для малоэтажного строительства. К сожалению, нету банка этого земли, ни в муниципальных образованиях. Участники обсуждения не раз подчеркнули, что все эти годы сфера ИЖС в крае развивалась скорее вопреки, а не благодаря. Тем временем в регионе знакомятся с подходами к малоэтажному строительству в других субъектах. И, судя по темпам, в ближайшем будущем снижение желающих купить свой домик в современной деревне меньше не станет. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, День с толком. Голод, смерть и разруха – такие воспоминания оставила война в памяти детей того времени. В Барнауле накануне 80-летней годовщины со дня полного снятия блокады Ленинграда состоялась встреча школьников с участницей страшных блокадных событий Светланой Ерыгиной. Подробнее смотрите в сюжете Юлии Щепиной. Не было воды, не было электричества, не было отопления. А это северная столица. Представляете, вообще условий никаких для жизни не было. Страшные годы жизни в блокадном Ленинграде. Беда сплотила людей, дети рано стали взрослыми. Особенно сложными были зимы, постоянно хотели есть. Вспоминает председатель Алтайской краевой общественной организации, жители блокадного Ленинграда Светлана Ерыгина на встрече с барнаульскими школьниками. Выдавали карточки на каждый месяц. Норма была рабочим 250 грамм, а иждивенцам и деткам по 125 грамм. И все. Так вы знаете, конечно, это невыносимо для желудка и так далее. Поумирали все мальчики. И моя сестренка умерла. И дедушка сам умер, потому что отдавал крошечку нам. А меня еле спасли. Единственное, и так в каждой семье. Напомним, 872 дня блокады унесли жизни полутора миллионов солдат и гражданских лиц. Еще столько же были эвакуированы. В основном женщины и дети. Многие из которых впоследствии погибли от голода и бомбардировок. За все время блокады город бомбили 173 раза. И 649 раз объявляли воздушную тревогу. Светлане Ерыгиной тогда не было и трех лет. Я сижу в кроватке, смотрю наверх и говорю, бомба-бух. Я знала, что такое бомба. Потому что рядом рушатся дома. И вся плечками, руками дрожала. Это страшно. В 1942 году вместе с мамой девочку эвакуировали в Челябинск. А после войны они вернулись в Ленинград. В Барнаул Светлана Михайловна приехала в 1963 году вместе с мужем. Трудилась на швейном объединении, вырастила двоих детей. Занималась общественной деятельностью и возглавила общество блокадников. Это воспитывалось во мне. С детства мне бабушка постоянно об этом говорила. И на этом мероприятии я только потому, что мне интересно. Я знаю об этих событиях. Интересно послушать от лица, который участвовал. А Светлана Ерыгина ярко помнит себя в День Победы на площади Челябинска. Как они друг друга брали, обнимали, целовали. Салют был. Я обернулась, а у меня мама стоит вся в слезах. Я говорю, мамочка, ты что плачешь-то? Это ж не бомба, их не будет больше победа. Она плачет и говорит, Светик, потому что ты никогда не увидишь своего отца. Сегодня в Барнауле проживают 67 блокадников. Почтить память героического подвига ленинградцев и торжественно возложить цветы барнаульцы смогут завтра на Ленинградской аллее. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. В Алтайском крае прошли гонки дронов. Наша съемочная группа побывала на состязании. Данил Кузнецов расскажет, каким образом пилоты соревновались и вообще, насколько в регионе развиты беспилотные технологии. Нет, так жужжат не мухи, а маленькие спортивные дроны, которые прилетели на мультиспортивный фестиваль в Барнауле. Цель беспилотников – показать наилучшее время. Главная трудность для спортсменов, которые ими управляют – пространство. Оно меньше, чем на обычных тренировках, примерно в полтора раза. Обычный куб может 9 на 12 метров примерно быть при соревнованиях. При случаях с мини-дронами, то это может быть даже размер со спортзал. То есть ребята, как правило, привыкли тренироваться именно в кубе, например, 6 на 9 метров и так далее. Кстати, попробовать полетать в такой коробке после соревнований могли все желающие. Однако, чтобы маневрировать на профессиональном уровне, нужно примерно год отработать на симуляторе. В противном случае дрон можно запросто разбить. Особенно легко это сделать непривыкшим людям, пилотируя от первого лица, когда картинку передает камера. Если смотреть со стороны, можно так трассу пролететь? Да, это визуальное пилотирование. Нас тоже ему обучают. Как собой сложнее? Скорее всего, визуальное, но у пилотирования от первого лица есть различные виды. Гонки, фейстайл, где выполняются различные трюки. На выставке были не только спортивные дроны. Поселились там и летающие ежики. Также были и военные беспилотники, которые используются для дистанционной разведки и сброса небольших снарядов. Данный дрон, он не производится. Он покупается, в частности, это все в Китае. В Барнауле мы изготавливаем эту сбросную систему. Это уникальная система, которая разработана именно здесь. Производится здесь, в Барнауле, полный цикл. И предоставляется бойцам в зону СВО бесплатно. Также на 3D-принтере в Барнауле производятся оболочки для сбрасываемых снарядов, которые используются в зоне боевых действий. В них можно положить предпочтительную взрывчатку. Кстати, в Краевой столице обучают операторов таких БПЛА для СВО. Также у недавно появившейся организации спортивных дронов Края есть планы по продвижению в школах кружков. На занятиях дети смогут собирать и программировать беспилотники. Данил Кузнецов. День с толком. День с толком.